Для того, чтобы снизить уровень дорожно-транспортного травматизма и добиться хорошей безопасности дорожного движения, необходимо приложить много усилий всем занятым в этой работе службам. Об этом шло речь на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Главы поселений, начальники структурных подразделений администрации района, представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения, предприятий, организаций были приглашены на это мероприятие. Исполняющий обязанности заместителя главы Славянского района, начальник управления жизнеобеспечения транспорта и связи Василий Игнатов, представил план работы комиссии по безопасности дорожного движения в нынешнем году. Запланировано проведение профилактических мероприятий автобус, грузовик, внимание, дети, мероприятий по выявлению и пресечению работы лиц, незаконно осуществляющих услуги по перевозке пассажиров и багажа, легковым такси и других. План работы был утвержден комиссией. Представители городского и сельских поселений рассказали о подготовке улично-дорожной сети на подходах к образовательным учреждениям. Речь шла об обновлении технических средств организации дорожного движения. Затем участники заседания познакомились со статистикой детского дорожно-транспортного травматизма и принимаемыми для стабилизации обстановки мерами. За 12 месяцев 2020 года было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием в несовершеннолетних возрасте до 16 лет, в которых 24 несовершеннолетних получили телесные повреждения погибших детей певного, следовавших в 2020 году. Значит, в поведении детей в текущем периоде 2020 года было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. Начальник управления образования Оксана Дорошко рассказала об организации мероприятий, направленных на формирование у учащихся навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети, соблюдение правил дорожного движения. Было рекомендовано ГИБДД совместно с управлением образования продолжить профилактические мероприятия, чтобы сформировать у учащихся строгое соблюдение правил дорожного движения. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».